И снова I2P, технология, которая может спасти нас при полном шатдауне интернета. Я делал давно скринкаст об I2P, с тех пор порог вхождения сильно снизился, но сама сеть при этом не стала более популярной. О технологии рассказывать не буду, это долго. В двух словах, это анонимная сеть со своими протоколами, где узлами сети выступает каждый пользователь. Что-то похожее на BitTorrent, но безусловно сложнее. Начинается все с установки. Тут есть Easy Install, в принципе он работает, ну то есть скачали, установили и все. Вообще ничего больше не надо. Но работает только под Windows, поэтому покажу как сделать не Easy, тем более что это немногим сложнее. Качаем программу, устанавливаем. А, нет, сначала нужно установить Java. Вот тут ссылка, плохо кстати, что они ссылки не помечают. Но в любом случае ссылка будет в описании. Значит, установили Java и теперь устанавливаем, собственно, I2P. Далее, далее, далее. И вам нужно настроить браузер. Ну вот тут инструкция для разных браузеров, но разработчики советуют Firefox. И мы воспользуемся. Скачали, установили. Там нужно будет прописать прокси, ну то есть выходить из-под него в обычный интернет вы сможете только через I2P. Ну или нужно будет всякий раз переключаться. Поэтому проще всего завести отдельный браузер конкретно под I2P. И вам нужны настройки. Не эти, а вот эти. Не пользуюсь Firefox. И тут вам нужно что-то связанное с сетью. Да, настройки сети. Вот эти. Ручная настройка прокси. И тут вам нужно прописать вот это. На HTTP 127.0.1. И порт 4 четверки. Можно на всякий случай и на HTTPS прописать. И вот сюда нужно Localhost, запятая и тот же IP. Все. А, нет. Еще вот эта запись. Копируйте отсюда адрес и вставляйте в адресную строку браузера. Продолжайте с осторожностью. Ну то есть удалите все колющие и режущие предметы. А теперь копируем вот эту строку и вставляем ее в поиск. Вот она. И теперь надо нажать на эту кнопку и сделать true. Сделайте мне true. Все. Теперь находим и запускаем I2P. Это вот эта кнопка. Ждем, когда сервер запустится. И видим окно приветствия и настройки сервера. Он запускает настройку в Edge почему-то. Даже не в браузере по умолчанию. Но это не суть важна. Хотя лучше, наверное, все делать в Firefox, если вы выбрали его для работы с I2P. А для этого копируем этот адрес и вставляем в Firefox. Настройку, в принципе, можно пропустить. Тут ничего особо важного нет. Тест пропускной способности тоже можно пропустить. Если вы знаете примерно скорость своей сети. Тут выставляете сколько мегабит на прием и на отдачу. Много не выставляйте. Ваш компьютер будет в том числе выступать как транзитный узел. И I2P может забивать канал. Но это в пике. Ну и мало тоже не выставляйте. Помогайте другим участникам сети. Это мы все уже настроили. И добро пожаловать в невидимый интернет. Подождите какое-то время. Он должен подключиться. В принципе, когда он напишет вот здесь, что проблем нет и все работает. Или проблемы есть, но все работает. Вы можете пользоваться всеми благами анонимной защищенной сети I2P. Что касается проблем с подключением. Это отдельная тема. В моем случае заблокировано межсетевым экраном. Тут есть описание возможных проблем и пути решения. Но решаются они всякий раз индивидуально и не всегда легко. В принципе, худо-бедно при большинстве проблем сеть будет работать. Вот у меня заблокировано межсетевым экраном. При этом я могу пользоваться внутренней защищенной почтой и заходить на сайты внутри сети. И если проводить аналогию с обычным интернетом, они расположены на домене I2P. То есть, если знаете адрес, можно вводить его в адресной строке. Как и в случае с обычным интернетом. А также вы можете заходить на обычные сайты из, что называется, верхнего интернета. Но трафик при этом будет также проходить сначала через I2P. То есть, все будет достаточно медленно, но защищенно. Кстати, в случае роста числа участников, скорость теоретически должна увеличиться. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжение следует...